Ну что, мы начинаем наш утренний уход. Я считаю, что утренний уход это одна из самых важных частей начала вашего дня, потому что хороший, правильный утренний уход поможет вам проснуться, взбодрить вас и потом, возможно, даже задаст тон всему дню. И давайте мы начнем. Я начинаю свой уход, естественно, с того, что я чищу зубы и обязательно перед каждым утем моего лица я всегда мою руки, потому что, понятное дело, у нас на руках очень много бактерий и они очень легко могут перейти к лицу, вызвав неприятные воспаления. У меня обычно есть несколько средств, из которых я выбираю, в зависимости от того, в чем нуждается моя кожа. Мои любимчики в последнее время стали два средства. Одно из них от Perliss, я его получила в бьюти-боксе, полный размер, вообще шикарно. Классное средство, там в средстве хорошо все, от текстуры до аромата. Аромат это вообще момент, из-за которого я средства это очень люблю, в том числе, оно пахнет, как, знаете, такой свежий арбуз, то есть он реально помогает вам проснуться с утра. Уголь, он хорош тем, что очень хорошо очищает, но при этом тут нет такого, знаете, жесткого чувства на вашей коже. И также очень давно я пользуюсь этим средством от Coris. Это умывалка на основе греческого йогурта. Когда я попробовала первый раз, мне очень понравилось, как она пахла. Он прям, у меня просто он в душе постоянно стоит. Он пахнет, как греческий йогурт, но чуть вкуснее. Очень классная штучка, но я поняла, что со временем как-то мне поднадоел, поднадоела его консистенция. И я, когда получила это средство, я была просто в восторге. И теперь я только пользуюсь этим средством по утрам, потому что оно реально помогает хорошо взбодриться. Ну а теперь давайте приступать к нашему ритуалу и начнем именно с умывания нашего лица. Наше лицо наконец-то свежее и чистое. И что я всегда делаю после умывания, это я беру салфетки, обычно пару штучек и промакиваю ими лицо, потому что, ну, понятное дело, что вода никуда не девается, и тебе хочется быстрее приступить к следующему шагу, а именно шагу увлажнения. Скрабы я использую тоже частенько, потому что это хорошо помогает очистить кожу, особенно если вы носите очень много макияжа. Вчера я использовала, кстати, скраб от Тачи и гликолевый скраб от Пикси. Ну, сегодня скраб не нужен, понятное дело, но мы сделаем с вами маску. Масок у меня вообще просто огромное количество. Я сейчас вам покажу, сколько у меня масок имеется на данный момент. Вот такое количество масок у меня находится сейчас. Да, маски, я считаю, это, знаете, отличный такой вариант, когда вам нужен соус-эффект, то есть эффект, который сразу же появится, но он не пролонгированный. И, кстати, когда я была в России, я купила эту маску с гнездом ласточкиным, и она мне так понравилась, что я сказала, маме, мам, мне нужна эта маска, срочно покупай мне ее и присылай. Настолько она хорошая, стоит, может быть, рублей 150, но она очень классная. И также вот у меня такие маски, которые я использую в зависимости от, опять же, нужд моей кожи. Очень много масок я получаю с бьюти-боксов, например, вот эта маска у меня с бьюти-бокса, вот эта маска с бьюти-бокса. В общем, маски всегда есть. Эти маски от I'm Sorry For My Skin мне очень нравятся, потому что они как раз-таки делают так, что ваши поры чуть меньше видны, но я еще не поняла, как она работает. Так, хочет? Hi! Мы будем использовать с вами маску от бренда Medihil. Их такая шикарная маска, которая реально очень хорошо увлажняет кожу. В ней находится сыворотка, и эта сыворотка, она не какая-то там липкая, очень приятна коже, и после этого ваша кожа такая супер гладкая, напитанная всеми этими протеинами. Перед маской я обычно, конечно же, тонирую свою кожу. Я люблю использовать какой-нибудь увлажняющий тоник, потому что, понятное дело, тебе не хочется и сушать кожу на весь день, и это обязательный на самом деле момент, использовать тоник перед маской, чтобы убрать всевозможные дополнительные загрязнения и дать маске работать лучше. У меня есть три разных тоника, которыми сейчас пользуюсь. Самый мой любимый из всех, прямо если я выберу из всех этих, наверное, этот будет тоник от Green Caviar. Купила я его на Ипси, и очень довольна, потому что вместе с этим тоником шли две маски в подарок, и заплатила я за все это 18 долларов. Очень дешево, на самом деле, учитывая, что объем этого тоника составляет 500 мл. Обычно объем тоников, чтобы вы понимали, он вот такой примерно. Тоник хорош тем, что он регулирует pH вашей кожи, здесь нейтральный pH balance, pH 5,6, и, в общем, странно, но об этом тонике нет никаких отзывов на русском интернете, но на азиатском рынке очень много об этом тонике написано почему-то. Я буду использовать, конечно же, диски ватные, не поверите, я сказала мужу купить палочки ватные, и он зашел в 7-Eleven и купил такой набор. В этом наборе есть все. Какие же здесь классные диски, мне прям вообще настолько они зашли. Такие плотненькие, то есть очень позволяет вам хорошо нанести средства, которые вам нужны, и он не размокает никак. Это очень здорово, на самом деле. Так, мы нанесем наш тоник. Тоник. Влага просто приходит в кожу, вода, она, возможно, немножко даже сушит кожу. Везде, кстати, вода разная, в разных странах вода по-разному. Имеет разный этот pH balance, и поэтому очень важно использовать тоники с правильным pH balance, чтобы нормализовать ваш собственный pH balance. И дальше мы используем нашу маску. Маска вообще топчик, мне она очень нравится. Сначала, конечно, мы выслушаем наш тоник. Когда вы можете дотронуться до вашей кожи, и тоник не будет прилипать, или вы не будете чувствовать, что он мокрый, тогда же, понятное дело, можно приступать к следующему шагу. Вау. Обожаю такие маски, когда они хорошо увлажнены, не какие-нибудь полусухие, непонятные. Мы забыли про это. Гораздо лучше. Ну что, ребят, вот мы и закончили с нашей маской. Я очень люблю использовать остатки, что осталось с упаковки с маской. Обычно я наношу это на кожу рук, либо на коленки. Вот. И теперь нас ждет почти последний шаг для того, чтобы увлажнить нашу кожу. Я обычно оставляю чуть времени, чтобы все это хорошо впиталось, чтобы не было никакой пленки. И после того, как это все впитается, мы нанесем с вами сыворотку и также крем. Очень многие люди думают, что после нанесения маски нет необходимости наносить ничего. Но это не совсем так, потому что если вы посмотрите на корейских блогеров, как они ухаживают за кожей, то, как правило, после нанесения масок идет либо сыворотка, либо крем, но обычно все вместе. Это еще больше дает заряд увлажнения и бодрости вашей коже, поэтому сейчас мы нанесем какую-нибудь сыворотку интересную и крем. В качестве сыворотки я хочу нанести увлажняющую сыворотку от Physicians Formula. Она называется Skin Booster Vitamin Shot и она чисто увлажняющая. Что мне понравилось в этой сыворотке, так это то, что здесь есть такие маленькие кристаллы увлажнения, то есть, когда вы наносите их на кожу, они растворяются и очень красиво смотрятся на вашей коже, я так полагаю, потому что я не увидела ничего такого прям супер блестящего на моей коже, как обычно, но, в общем, смотрите, вот так она выглядит, то есть, вы наносите ее на кожу, растираете, растираете, и она, в общем, вот эти вот маленькие кристаллики, которые вы видите белого цвета, это вот то, что в этой сыворотке интересно. И что классно, она гелевая, то есть, очень многие сыворотки, они такие, как кремовые, я же считаю, что именно на летний период очень хорошо наносить на лицо что-нибудь гелевое, потому что все-таки гелевая не так утяжеляет кожу, поэтому давайте приступим к этому шагу. Кремы. Кремы это обязательный шаг закрепления вашей сыворотки. У меня их много, у меня очень много миниатюр, я, в общем, использую то один, то другой, в зависимости, опять же, от того, что моей коже нужно. И сегодня мы с вами будем использовать крем от Renewed Hube, я его получила в Ipsy, в Beauty Box, и мне он очень понравился тем, что у него очень классный запах, он такой, как блестящий, с небольшими блестками, но тем не менее это крем. И потом, когда я решила посмотреть, сколько же он стоит, вообще, какие отзывы, очень многие люди говорят, что вот у этого крема такой запах, какой-то супер сладкий, слишком ароматизированный, и он у меня вызвал прыщи, не знаю, у меня он ничего не вызвал, очень, такой, знаете, такой тип крема, который вы используете, и вы понимаете, что вы кожаный с ног до головы, вот что-то вроде этого, и по текстуре он не гелевый, так что давайте мы нанесем это на нашу кожу, очень вкусный пах, прям вообще нереально, я люблю лично, когда у кремов какой-нибудь есть вкусный запах, а не просто, знаете, запах ничего, например. Только один шаг остался, это нанести крем под глаза, крем от H.C., корейский бренд, супер популярен среди корейских женщин, и вы знаете, в чем прикол этого крема, в том, что вы можете наносить его не только на вот эту вот зону под глазами, но и на все лицо, то есть здесь так и написано, что концентрированный крем для глаз, но для всего лица также, то есть это круто, однако, если подумать об этом, обычно у кремов, которые именно под глаза должны наноситься, у них концентрация полезных веществ, активных веществ гораздо более сильная, чем у других, и, кстати, я получила этот крем тоже в битебоксе своем, пахнет просто нереально, вот настолько хороший запах, я прям каждый раз, когда я мажусь, я просто сначала нюхаю его, а потом наношу уже на область под глазами, так, ну мы в принципе уже увлажнены, мы нанесли все возможные сыворотки, мы сделали маску, мы нанесли крем под глаза, что же касается крема от солнца, я его иногда наношу, когда, допустим, я знаю, что я иду на улицу, например, и у нас во Флориде реально очень такое палящее солнце бывает, но, вы знаете, иногда я такая думаю, ну раз у меня есть тональный крем с SPF, я, наверное, не буду наносить солнцезащитный крем, потому что очень многие из них, они такие как гелевые, и когда ты наносишь тональный крем, а после этого тебе нужно наносить праймер, например, это создает очень много слоев, поэтому я иногда думаю, может нанести какую-нибудь тоналку лучше, но без защитного крема, это в принципе хорошая привычка наносить тональный крем, даже если вы никуда не выходите, все равно солнце, оно так или иначе просачивается через окна наши, да, когда, допустим, реально солнечная погода, допустим, я сейчас снимаю, у меня здесь такой ринглайт, и скорее всего есть какое-то солнечное излучение, возможно, от него есть, но это все равно хорошая привычка наносить крем от солнца каждый день, и последний шаг это нанесение бальзама для упражнения губ, потому что понятное дело, что любая помада будет смотреться гораздо лучше именно с кремлением бальзама, поэтому это очень, я считаю, важный шаг. Вот такой у нас сегодня был, ну что, ребят, вот такой у нас сегодня получился бьюти-блок, я вам показала, что я использую в повседневной своей основе, в качестве косметических средств, как я ухаживаю своей кожей, маски я стараюсь делать чаще, иногда просто их лень делать, но, конечно, это факт, что для кожи нет ничего лучше, чем какая-нибудь хорошая углажняющая или очищающая маска. Надеюсь, вам понравилось мое видео, ребят, не забывайте подписываться, оставлять комментарии, ставить лайки, это очень помогает продвигать этот канал, потому что канал еще молодой и зеленый у нас, но я с вами не прощаюсь, еще увидимся, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok